Бронестекло. Оно применяется при изготовлении шлемов спецназа, кабин истребителей, лимузинов-президентов и даже ветровое стекло кабины машинистой электрички тоже бронированное. Как же делают стекло, которое прочнее металла? Заготовка самого обычного стекла приходит на завод. Это стекло ничем кроме толщины не отличается от обыкновенного оконного. Из трех слоев такой заготовки после долгой обработки и получится так называемое триплексное бронированное стекло. Проследим путь этого чудесного превращения. Первым делом из огромной заготовки вырезают нужную форму. Стекло прижимается к раскроечному столу. Процесс резки управляется компьютером. Выкройка создается так, чтобы отходов было как можно меньше. В соответствии с этой выкройкой специальная машина производит резку. Теперь края стекла надо отшлифовать. Те стекла, что делают для автомобилей, шлифует машина. Стекла для истребителей и электропоездов только вручную. Станок для шлифовки напоминает гончарный круг. Думаете, это обычная грязь? Нет. Это специальная смесь, содержащая особо подобранный состав абразивного вещества. Процесс требует колоссального опыта и филигранной точности движений. А машина, как говорят шлифовальщики, не чувствует стекло. Видимо, это самый большой секрет производства. Потому что, что такое чувство стекло, нам никто так и не объяснил. Затем стекло закаливают. Раз уж ему предстоит соперничать по прочности с металлом, то и закаливают его, как металл. Сначала разогревают в печи до 650 градусов, а потом быстро охлаждают воздух. В результате прочность увеличивается в 3-4 раза. Чтобы бороться с наледью, стекло нужно обогревать. Это делают электрическим током. Для чего на стекло наносят токопроводящий слой. Тонкий слой оксида свинца хорошо проводит электрический ток и обладает и достаточным сопротивлением. Поэтому проходящий по нему ток нагреет и сам слой, и все стекло. Остается только припаять электрические контакты. Некоторые стекла должны быть изогнутыми. Например, лобовое стекло самолета. И чтобы придать ему эту форму, закаленная и отшлифованная заготовка отправляется в формовочную печь. Там ровное стекло разогревается до 800 градусов и, размягчаясь, выгибается под собственной тяжестью, принимая нужную форму. Далее стекла перемещаются в особую комнату. Она стерильна, как операционная хирурга. Здесь стекла будут склеивать. В качестве клея используется специальная пленка. Ее укладывают между стеклами и получившийся бутерброд отправляют в печь автоклав. Здесь пленка расплавится и намертво скрепит стекла между собой. После того, как слои склеены, стекло вставляют в раму и обрабатывают герметиком. В течение недели герметик заполнит все полости и окончательно высохнет. Изделие готово. Многослойное бронированное стекло. Однако, прежде чем оно будет использоваться, стеклу предстоит выдержать ряд тестов. Из каждой выпущенной партии отбирается один образец. В пуле непробиваемое стекло будут стрелять из снайперской винтовки. По стеклу для самолета будут стрелять из пушки. И чем бы вы думали? Ну, конечно, потенциальным противникам лайнера — птицей. Ведь именно с ними на небольших высотах происходят регулярные нежелательные контакты. К бою готовь! Огонь! Курица врезается в стекло со скоростью по 200 километров в час. Главное, чтобы она не пробила его насквозь. Винная бутылка — соперник посерьезней. С ее помощью испытывают стекла для кабин машинистов поездов. Заряжай! Пли! Внешние слои повреждены, но само стекло выдержало. Ну что, вы все еще думаете, что стекло и хруп...